Всем привет! Вы на канале Жанна о книгах и сегодня я хотела бы вам рассказать о своих книжных покупках. Первая книга, которую бы я вам хотела рассказать, это исторический роман Роберта Харриса, его трилогия «Империи, люструм и диктатор». Данную книгу я еще не читала, но могу вам рассказать, что это история про Цицерона, который являлся и ученым, политиком, и гениальным оратором. И здесь рассказано о гражданской войне между Помпеем и Цезарем. В общем, вот такая вот большая и толстая книга, как всегда, в потрясающем исполнении. Буду с удовольствием с ней знакомиться, но пока еще из-за нее я не бралась. Следующая книга, которую я себе приобрела, это третья часть про знаменитого графа Аверина. Первые две книги я уже прочитала, мне первые две книги очень понравились, поэтому я с удовольствием буду знакомиться с дальнейшими приключениями графа Аверина и его дивом Кузьмой. Следующие книги, которые бы я вам хотела показать, это покупки с Авито. Я вам сейчас их покажу. Вообще, я зашла в магазин данной женщины, девушки, не знаю кто, за книгой «Мальчишка», которую я уже показывала в предыдущей покупке. Но я у нее нашла очень много классных книг, и я вот себе еще взяла три книги, и еще одну она мне прислала в подарок. Поэтому вот такую вот книгу «Льдефон Сафальконес», я у нее купила «Рука Фатимы». «Льдефон Сафальконес», я уже читала его книги, это «Собор и наследники земли», а вот эту книгу я еще не читала, она в потрясающем состоянии. Вот, не зная, про что эта книга, я даже не читала, если честно, аннотацию, просто ее схватила, потому что знаю этого автора, который потрясающе пишет. Вот, вот такая вот у меня книга. Кто читал данный роман, пожалуйста, напишите, как вам понравился или нет. Следующая книга, которую я также купила у данного продавца, это книга «Бессмертный», я также про нее уже слышала, поэтому, когда увидела, что у нее продается эта книга, за не очень большие деньги, если на Озоне она за 1000 рублей продается, то у нее, по-моему, я взяла за 300. Могу вам сказать, что события в данном романе происходят во Флоренции, и здесь рассказывается о неком необычном человеке, который не старел. Его учеником был гениальный Леонард да Винчи, он сражался во многих битвах и поклонялся многим красавицам. Здесь также я прочитала, что «Интересная любовная линия». Продавец данной книги мне сказал, что книга не в очень хорошем состоянии, она потрепанная, так как она с мужем читала эту книгу по несколько раз, настолько она им понравилась. Поэтому я сразу же ее схватила и также слышала отзывы про этот роман «Бессмертный», и сразу же ее схватила. Написана книга-загадка, книга-бестселлер, и забыла вам сказать про автора Тресси Слеттон. Поэтому я намерена с ней знакомиться в самое ближайшее время. Также у этого автора я схватила книгу «Последний самурай» Хелен Дэвид. Я не читала, я знаю, что есть фильм, снятый по этой книге. Муж мне мой сказал, что ему очень нравится фильм, поэтому я схватила эту книгу и решила с ней познакомиться. Насколько я поняла, здесь история схожа с Сёгоном, то есть про человека, который попадает в Японию и начинает потихонечку привыкать, начинает потихонечку проникать в культуру Востока. Вот, решила я, в общем, взять себе вот эту книгу, потому что сама история про попаданца мне очень нравится. И так как у нас зашла речь про попаданца, я еще купила вот такую книгу, которая также схожа с сюжетом с Сёгуном, которая называется «Тысяча осени. Якобы де Зута». Автор Дэвид Митчелл. Она есть еще в твердой обложке, но я взяла себе в мягкой, потому что она была по очень привлекательной цене. Здесь также идет история про попаданца. Сейчас вам коротко прочитаю. Молодой клерк Якоб де Зуб прибывает на крошечный островок Дэдзима под боком у огромной феодальной Японии. Среди хитроумных купцов, коварных переводчиков и дорогих кортизанок он должен за пять лет заработать состояние. Достаточно, чтобы просить руки оставшейся в Роттердаме возлюбленной. И так далее. В общем, мне нравятся такие истории. Вообще мне нравятся книги, связанные с Японией, с Китаем, поэтому с удовольствием буду с ней знакомиться. Когда я вам говорила про подарок продавца из Авито, я ошиблась. Эту книгу я также купила, а подарила она мне вот эту. Я уже все запуталась, забыла. Заказала у нее книгу Нейла Геймана, которая называется «Американские боги». С Нейлом Гейманом я еще не знакома. Я много слышала о нем, поэтому взяла себе эту книгу для ознакомления. Здесь, я так понимаю, переплетаются истории людей с богами. И боги здесь живут на земле, как обычные, вроде как, как обычные люди. И очень хорошие отзывы на эту книгу. И буду с ней с удовольствием знакомиться. Кстати, у меня еще эта книга есть на английском языке, но я ее не читала. Вот, эта книга у меня на английском языке, если сравнивать. Вот, она вот такая вот огромная. А почему она такая огромная, я не знаю. Может быть, здесь несколько книг. Ну, в общем, как-то так. Так, и теперь как раз-таки расскажу про книгу, которая шла мне в подарок от продавца с Авито. Не знаю, про что эта книга. Называется «Лоэн Грин. Рыцарь лебедя». Автор Юрий Никитин. Анотация есть какая-то непонятная. Самой суть истории она не раскрывает. Поэтому даже не знаю, про что эта книга. Мне просто понравилась книга тем, что здесь написано про рыцаря. Мне нравятся такие исторические романы, поэтому я ее и взяла. Вот. Ну, книга небольшая. Я думаю, что в ближайшее время я с ней познакомлюсь. Такая вот книга шла мне в подарок. Следующие две книги, о которых я уже рассказывала в моих прочитанных на тему советской прозы, про Великую Отечественную войну. Вот такие две книги. Я их уже прочитала и про них уже рассказала. Это Юрий Бондарев «Горячий снег». И здесь также вторая еще. «Повесть входит в батальон и просят огня». Первую я прочитала, вторую не прочитала. Могу вам сказать, что «Горячий снег» – потрясающая повесть про войну. Как раз сейчас преддверие 9 мая, поэтому берите и не пожалеете. Еще одна книга, которую я закончила читать позавчера. Это Борис Васильев «В списках не значился». Также про эту книгу я рассказывала. Потрясающая история про сильного солдата, который не побоялся один противостоять против немцев. Осталось еще немного. Книга Генрика Синкевича «Камагридеши». Этой истории я еще не знакома. Не знаю вообще этого автора. Я ее схватила, потому что девочки говорили потрясающий исторический роман. И поэтому я ее и взяла. «Камагридеши» – самый известный роман, действие которого развивается на протяжении четырех последних лет правления Нерона. Во времена становления христианства и первых деяний апостолов. На фоне исторических событий, навсегда изменивших облик западной цивилизации. Синкевич раскрывает трагическую историю любви римского аристократа, гонимой властями христианки. Вот. Ну, в общем, вот такая вот книга. Кстати, эту книгу я купила на Авито. Недорого. Она в потрясающем состоянии. Еще одна книга, которую бы я вам хотела рассказать – это «Кон Игульден. Война роз». Это первая часть, которая называется «Буревестник». С «Коном Игульденом» я уже знакома с его историей про Чингисхана. Потрясающая трилогия, которая мной уже прочитана. И вот взяла познакомиться еще с такой историей «Войну роз». Это, я так понимаю, война между белой и алой розой. Я с этой историей не очень хорошо знакома. Именно с Генрихом VIII-то я уже знакома то ли поперек, а вот именно то, что было до него, я знаю плохо. Могу вам просто прочитать пару предложений, что здесь написано в аннотации. «Король Генрих V из династии Ланкастеров, победитель французов при Азинкуре, внезапно скончался, так и не сумев переломить свою пользу ход военной кампании на континенте. В наследие великого льва Англии досталось его сыну, слабому телом и духом младенцу». Вот, в общем, будем знакомиться. Но это только первая часть. Ну и и крайняя на сегодня книга. Это вторая часть трилогии, я так понимаю, про Элеонору Квитанскую, которая называется «Зимняя корона». Будем читать продолжение. Первая книга, сейчас вам покажу, она желтенького цвета. Вот такая вот, очень красивые книги. Но если сказать по содержанию, то книга такая легкая, историческая. Можно ближе сказать к любовному роману, но с такой исторической подоплекой. Не скажу, что прям сильная, но читать можно. И, кстати, здесь очень много постельных сцен. По поводу этого второго романа я ничего сказать не могу, но я думаю, будет практически то же самое. На этом обзор моих книжных покупок заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всего доброго. До свидания.